18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Батареи гонячие. Вот, долго держать, ничего нельзя. Замороженная стройка оттаяла. В дом, который не могли достроить 10 лет, дали тепло. Дольщики обживаются в своих квартирах. Спортивные состязания, проходившие в Горгипии в 3 веке до нашей эры, были посвящены Геракл, Гермес, Дионис. Экскурс в Древнюю Грецию. Анапские студенты отметили свой главный праздник в музее Горгипия познавательной викториной. Падали от обстрелов, от бомбежек, от голода, от холода. Страшные морозы были. Час с историей. О подвиге непокоренного Ленинграда, мужестве предков и памяти, которые нужно свято хранить, говорили на встрече трех поколений. Глава НАПы Юрий Поляков встретился с руководителями предприятий туристской экскурсионной сферы. Сначала на повестке дня был один вопрос обновления экскурсионных павильонов к лету 2018 года. Однако от частного вопроса участники рабочей встречи перешли к общему, к теме оздоровления всей туристической сферы. По итогам обсуждения создали рабочую группу, чтобы вместе двигаться к цели. Если вы работаете в Анапе, значит надо стремиться улучшать все стороны жизни города. Особенно если речь идет об экскурсионной и туристической сфере, той, что должна презентовать курорт. Но презентация давно устарела. Честно сказать, ничего не изменилось. Более трех лет прошло. Стало еще хуже. То есть это ваш бизнес. Вы занимаетесь этим. Давайте вместе думать, как улучшать нам город. Чтобы это не исходило только от того, что там, как говорят, это сказал голова. Нет. Я хочу ваше мнение послушать. Потому что от того, как вы будете делать, как вы будете вносить предложение, мы будем слушать и делать так, как это лучше для тех отдыхающих, которые сюда приезжают. Если мы будем говорить, что более трех с половиной миллионов приезжает, это нормально, да? Экскурсионные фирмы должны работать, да. Но как упорядочить эту работу? Раз. Внешний облик. Два. Ну и так далее, и так далее. Один бренд-бук – единая архитектурная и рекламная концепция курорта. Архитектура города представила свои эскизные предложения по новому внешнему виду экскурсионных конструкций. Первый вариант выполнен в современном стиле, с использованием комбинированных материалов. Металлокаркас, металлопластиковые иконные конструкции, обшивка дерева или алюминиевый композит. Какая площадь? Площадь у 4 до 6 квадратных. Второй вариант выполнен в стиле минимализма, с использованием материалов таких, как металлокаркас, формованное стекло, обшивка, также композит и материал. Все эти варианты – не догма. Тем более, что экскурсионщикам виднее, как сделать павильон красивым и функциональным одновременно. Юрий Поляков призывает – вносите свои предложения. Жизнь идет, нужно обновляться. Мы с этим согласны. Облик города должен улучшаться. Для того, чтобы мы не представляли по картинкам, как это будет выглядеть, надо создать рабочую группу. В нее должны войти несколько представителей нашего сообщества. И сложится, или мы решим, какой вариант, сделать в натуре какой-то один из киосков. Мы его посмотрели, вас пригласили, показали, посмотрели, как будет сидеть там внутри организатор экскурсии. И вы даете добро. Глава Анапы согласен с такой позицией. Ведь нет цели ограничить предпринимателей в их законной деятельности. Есть цель – привести в порядок сферы, которые летом влияют на жизнь города. То, что было здесь летом этого года – это просто катастрофа. Что Верхняя набережная, что Агребенская, что Горького. Коллеги, это же ваш город. И то, как вы будете делать, так и такой город будет. Если я хотим городу предать, там архитектурный облик, давайте думать, давайте предавать. Мы готовы помогать. Бездумно накидываться на то, что я поставлю точку, будете работать. Ну, могу сразу сказать, даже не обижайтесь, не дам работать. Не дам. Все будет в рамках закона. Рабочую группу создали сразу же после совещания и включили в нее всех желающих. В дом номер 144 по улице Владимирская, который не могли достроить, 10 лет дали тепло. Работу прервались из-за трагической случайности. Сдвинуть дело с мертвой точки и найти нового инвестора помогли городская администрация и депутат Госдумы Иван Демченко. Некоторые жители были настолько уверены в успехе, что уже сделали ремонт. Инженер Виктор Оберт показывает новый теплопункт. По его словам, достраивать всегда сложнее, чем строить. Требовалось вносить исправление в документацию, заново согласовывать схему подключения. В доме 130 квартир. Каждую нужно было подключить. Полностью вся запорная арматура отсутствовала. Она необходима. В случае регулировки нужно увеличить или уменьшить температуру квартиры. В подвешенном состоянии жители дома оказались около 10 лет назад, когда умер застройщик. Объект стоял бесхозным. Все было разбито, все было разворовано. Окна, двери, тут вообще нигде ничего, никого. За это время здесь сменилось несколько управляющих компаний, которые обещали достроить дом. В прошлом году дольщики обратились с проблемой в городскую администрацию и к депутату Госдумы Ивану Демченко. Удалось найти выход из ситуации, при котором жителям не придется платить дополнительные деньги. Хочу поблагодарить директора теплоэнерго, Фисенко Алексея Сергеевича, администрацию города, Хижняк Светлану Ивану, Демченко Ивана Ивановича. Им всем низкий поклон, потому что мы сидим в тепле. Трогайте самые батареи гонячие. Вот, вода держать утром нельзя. Любовь Семеновна живет с дочерью и внуком. Ремонт начали делать прошлой осенью, когда появилась уверенность, что вопрос сдвинулся с мертвой точки. Да и устали мотаться по съемным квартирам. Да я это свято верила, потому что столько лет и вдруг такое движение. Конечно, верилось и, конечно, хотелось вериться. Мы же люди русские, мы же верим в чудеса и в надежду. Вот это вот вера и случилась. Поэтому мы скорее сделали, скорее мы сюда въехали. Денег у нас лишних нету. Работает одна дочь, я на пенсии. Все это время проблемный объект на контроле у администрации города. Муниципалитет оказывает помощь в оформлении документации, ведет переговоры с ресурсоснабжающими организациями. Совместными усилиями дело дома 144 по улице Владимирская движется к завершению. Пока ремонт сделали в пяти квартирах, впереди сдача дома и юридическое оформление права собственности. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. 27 января исполнится 74 года со дня полного снятия блокады Ленинграда. Юно-анапчане встретились со свидетелями тех событий. Тогда они были совсем еще детьми, но происходящее навсегда отпечаталось в их памяти. Мероприятие прошло в Центральной библиотеке города-курорта. Уже страданием нашим не найти ни меры, ни названия, ни сравнения. Но мы в конце тернистого пути знаем. Близок день освобождения. Эти строки ленинградской поэтессы Ольги Берггольц про дни, когда жители города услышали звуки далекого сражения и понимали, что, жертвуя своими жизнями, солдаты и офицеры советской армии прорываются, чтобы спасти их от голода и холода главных врагов. В зале школьники. Рассказчикам в то время было значительно меньше. Но в таком возрасте из пережитого запоминается самое страшное и на всю жизнь. Благодарю то, что чудом, вот так же как эти все сидящие блокадники Ленинграда, это чудом, которые остались живые. Потому что тысячи, тысячи, тысяч валялось на улицах и некому порой было их поднять. Падали от обстрелов, от бомбежек, от голода, от холода. Страшные морозы были в 41 году. Галина Николаевна за годы войны потеряла две семьи. Приемный отец погиб на фронте. Мать не унесла горя. До этого трехлетняя девочка, и она жила в блокадном Ленинграде. Помнит маму, бабушку и как хотелось есть в день, когда видела родных последний раз. Я хожу, открываю, то есть все, им глаза прошу кушать у бабушки или у мамы, а они нет. Помню их, как они уснули, как будто бы, мне казалось. Я ходила, им глаза-то и открывала. Думала, что они спят. А в результате они уже нет. Их кто из них последний ушел из жизни, не знаю, но в результате они мне на шею одели крестик и свидетельство о рождении. Вот так я теперь знаю, что я есть я. В тот же день в дом попала бомба. В ином случае такое стечение обстоятельств вряд ли можно считать удачным. Но плач девочки под обломками услышал солдат, который шел мимо. Была зима 1943 года, уже действовала дорога жизни. По льду Ладожского озера в город подвозили продовольствие, а на обратном пути эвакуировали детей. Кто голодал, кто погибал под вражеским обстрелом, с тобой мы запомним навсегда. Боролись вы, чтобы одержать победу, чтобы не было фашизма никогда. По словам исполняющей обязанности главы города Екатерины Боровской, детям и молодежи сегодня важно слышать из первых уст о том, что происходило в непокоренном городе на Неве. И почему день снятия блокады для многих важнее дня основания города. Позвольте мне от лица главы нашего города Юрия Федоровича Полякова поздравить с этим замечательным событием, с этой знаменательной датой. Город Анапа – это город воинской славы. Мы живем, пока помним, и мы живем благодаря тем, кого сегодня нет с нами. Рассказчики старались заострить внимание на поучительных моментах. Так, например, в Александровском саду даже в самые лютые холода не спилили ни одного дерева. В ленинградском зоопарке блокаду пережила бегемотиха, несмотря на то, что в день ей требовалось около 30 килограммов еды. А директор одного из хлебокомбинатов умер от голода, потому что не взял себе ни крошки сверх нормы. Те, кто пережил блокаду, подчеркивают, что родились в Ленинграде. Так и в паспортах записано. Говорят, Санкт-Петербург – это красивый город, а Ленинград – легенда. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Вопросы подготовки и проведения выборов президента России на территории города-курорта обсудили в Центре культуры Родина. Рабочие встречи с председателями участковых избирательных комиссий и ответственных за организационно-техническую подготовку участков провели заместитель главы Евгений Азизов и председатель избирательной комиссии города-курорта Татьяна Завезион. Поставлены задачи по подготовке избирательных участков и организации работы пунктов приема заявлений от избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения. Избирательные участки должны быть оборудованы веб-камерами для трансляции процесса голосования в режиме онлайн, а жители проинформированы о дате и месте голосования. На 1 января в Анапе зарегистрировано 137 993 избирателя. Выборы будут обеспечивать 75 участков. Комиссии приступят к работе 15 февраля за 30 дней до дня голосования. 75 комиссий у нас не увеличились. Что важно для вас знать, границы избирательных участков у нас не изменились. В одном лишь только случае перенесен центр избирательного участка в поселке Пятихатки. Мы перенесли в кадетскую школу по вашей просьбе. Полный список избирательных участков с указанием адресов будет опубликован 30 января в газете «Анапское Черноморье». Пока территориальная избирательная комиссия проводит подготовку к организации выборов, анапчане готовятся сделать сам выбор. И, как показывают опросы, для большинства жителей курорта вопрос идти или не идти голосовать не стоит. В Анапе живут люди с высокой гражданской ответственностью. Я законопослушный гражданин старой закалки, поэтому я и хожу все время на выборы. Я россиянка, это мой долг, пойти на выборы. Не безразлично судьба моей страны, как бы так, поэтому хочется, чтобы мы жили лучше. Пойду голосовать обязательно, и вся семья моя. Пойду голосовать, хочу, чтобы было благосостояние хорошее, хочу, чтобы пенсионеры лучше жили, чтобы льгот побольше был, пенсионер, чтобы было образование бесплатное, чтобы медикам побольше платили, учителям побольше платили. Ну, вот, хочу, чтобы город наш был красивее с каждым годом. Сегодня, 25 января, праздник российского студенчества. Анапские студенты его отметили по-особому. Они сразились в горгипийских агонах. Традиционную викторину проводит Анапский археологический музей уже не первый год. Ребятам предстояло ответить на непростые вопросы об античном периоде в истории Древней Греции, развитии Боспорского государства, существовании и роли горгипии в его составе. За интеллектуальными баталиями наблюдали наши корреспонденты. Перед началом викторины небольшой разогрев. Обзорная экскурсия по выставочным залам. Сотрудники музея освежили знания ребят истории древнегреческого города Горгипия. И тем, кто внимательно слушал, викторина далась довольно просто. Ведь в основу вопросов легли сведения об артефактах, найденных на территории заповедника. Спортивные состязания, проходившие в Горгипии в 3 веке до нашей эры, были посвящены Геракл, Гермес, Дионис, Дерск. Всего ребятам предстояло ответить на 24 вопроса. Между собой соревновались студенты сельскохозяйственного техникума и медицинского колледжа. Также в викторине приняли участие и гимназисты-эврики. Но вне зачета, ведь праздник студенческий. Однако гимназисты-пятиклассники дали фору студентам, первыми ответив на 12 вопросов. Впрочем, неудивительно, ведь ребята учатся в классе с историческим уклоном. В пятом классе нам добавили новые уроки, и одним из самых главных для нас показался история. История нашего края очень важный предмет, и поэтому мы решили, что будем заниматься историей. Потом открылся кружок археологии, и мы с радостью пошли туда. Как раз в этот же момент мы узнали, что нам дается такая возможность посетить этот музей и узнать побольше о нашем крае. Официальными победителями викторины признаны студенты медицинского колледжа. Они ответили на 7 вопросов. Сельскохозяйственный техникум на втором месте. Мы предварительно провели ознакомительную экскурсию по музею. Интерес, была тишина, более 50 человек было. Смотрите, тишина в зале была, то есть людям было интересно. А мало того, что мы намеренно эту экскурсию проводили, чтобы хотя бы многие незнакомые, неинтересно, возможно, им было. И мы основные какие-то веки из истории, основные понятия по нашему городу. Мы, конечно, рассказали. Все участники викторины получили памятные подарки, блокноты и комплекты открыток с самыми яркими фотографиями археологического музея. Руслан Душевский, Анапа-Регион. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-Регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин